Никита Рудаков уже два года приезжает в оздоровительный туристический центр «Олимп». Юноша участвует во всех мероприятиях спортивной смены. В этот раз школьник решил вспомнить правила дорожного движения вместе со своими друзьями по команде. Я узнал достаточно много нового, в основном о первой помощи, как помочь людям. Что ты узнал, например? Я узнал то, что нужно накладывать жгут. Но да, так легче запоменяется, чем монотонные лекции. Такие нескучные уроки проводят в оздоровительном центре регулярно. Педагоги совместно с инспекторами рассказывают ребятам, как безопасно вести себя на дороге. В ближайший месяц для детей проведут целый комплекс праздников, лекций и профилактических уроков на тему ПДД. Один из таких – «Внимание, дети! Дорога в школу». На площадке учат, как спасти человека и оказать ему первую помощь. А здесь можно почувствовать себя настоящим инспектором ГИБДД. Дети проявляют интерес, во-первых, к технике, к мотоциклу полицейскому. Очень интересно в машине посидеть. И различные моменты, которые они видят, они по-другому начинают воспринимать. То есть они задают вопросы. Им кажется, что они знают. Они задают вопросы и понимают, что есть определенные нюансы, на которые им инспекторы отвечают. Сделать аквагрим с дорожными знаками, изготовить светоотражательные аксессуары и попробовать пройти маршрут на самокате без нарушений. В автогородке есть все, что нужно для изучения правил. Велосипеды, конусы, демонстрационные стенды, элементы уличнодорожной сети, а также модели автобусной остановки. Создать лабораторию помогла общественная организация движения безопасности. Такие мобильные комплексы есть в 35 городах страны. В Самарской области с ее помощью уже прошли обучение более 12 тысяч детей. Она выезжает в образовательные организации Самарской области, в дальние уголки нашей губернии. И проводит в тех местах, где нет такого оборудования, такие тематические занятия. Удобные. Удобные, да. Мы обучаем не только, например, школьников, еще проводим обучение и в дошкольных образовательных организациях, то есть на где-то по 15-20 минут. Мы еще раз оценим, насколько дети знают правила дорожного движения, насколько они их вспомнили и насколько они их закрепили. Для того, чтобы уже 1 сентября идти в школу подготовленными. Потому что здесь мы проговариваем с ними правила перехода по пешеходному переходу. Мы с ними проговариваем правила поведения во дворе. Опять же, еще раз проговариваем безопасный маршрут, дом, школу, дом. После мастер-класса все участники получили светоотражающий брелок, который в темноте даст сигнал водителям. На дороге находится ребенок. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов. События.